Многие знают, в программе относится джаз, и я всегда с удовольствием говорю о том, что в очередной раз в Красноярске возвращается прекрасный фестиваль «Ени джаз», на этот раз уже 2015, и сейчас всю эту историю прекрасно будем осуждать с Вероникой Мохотиной, ну, всем известная джазовая певица, и координатор проекта. Вероника, сложно вообще всю эту историю координировать? Каждый год какая-то колоссальная работа же проводится. Работа колоссальная, при том, что, естественно, что сложность в том, что филармония взяла всю ответственность на себя, то есть финансовую прежде всего. Надеемся, что все-таки поддержка будет, потому что в городе, где не слушают джаз, я считаю, нет интеллигентных людей вообще. А мне вот как координатор, в принципе, это как художественный руководитель, то есть я придумывала, кто приедет, из какой программы. И мой личный опыт, опыт джазовой жизни, а джазу я посвятила всю жизнь, подсказывает, что очень сложные программы, а тональный джаз, экспериментальный джаз, это у нас не прокатит, по-русски говоря, это может сто человек слушать, он должен быть в мире. Но в Красноярск мы везем программы, адаптированные для широкой аудитории. Самое популярное, ведь в джазе тоже есть попса, грубо говоря. То, что на слуху, то, что можно подпевать, свистеть, то есть именно джазовые шлягеры. Да, да, да. Просто другое дело, что каждую тему можно по-разному интерпретировать, в разных стилях. Вероника, в этом году кто приедет, что за звезды компания? Да, по каким критериям отбор этого года проходил? Ну, как я еще говорю, у нас не слишком такой крупный фестиваль, но зато ЗБС лучшие будут. Ну, не Новый Орлен, конечно, но все равно хорошо и приятно. 27 числа будет лекция известного нашего журналиста, вы его все знаете, Владимира Семеновича Василенко, которого мы все любим, это в камерном зале, который будет называться «Все краски джаза», причем он сказал, уверяет, что говорили не будет мало, в основном будет показ шедевральной музыки певцов, вокалистов, великих демонстрация, так сказать, и, значит, он будет какие-то комментарии делать. 28 числа, собственно, вот у меня билетик, в БКЗ будет фиерия практически джазовая. Итак, два легендарных коллектива, я настояла, чтобы этот коллектив приехал в Красноярск, это биг-бенд Владимира Толкачева, в полном составе, который, я считаю, выше, даже круче, чем биг-бенд Бутмана, потому что у Бутмана все звезды, а там все классные музыканты, профессионалы, да. Вот, и второе отделение, трио Ивана Фармаковского, это мой любимый лично пианист, я его считаю самым интересным пианистом российским современности, очень крутой, который привозит великолепную, неподражаемую чернокожую вокалистку Ив Корнелиус. Ребята, мне кажется, что, ну, черная вокалистка должна как-то, вот она должна быть, и все, и точка. И 3 декабря, 3 декабря в малом концертном зале в 19 часов вам предоставляется уникальная возможность, в этом году мы пригласили все джазовые коллективы Красноярска и около джазовые, мейнстрим-бенд мой, джем Игоря Устинова, аперитив-бенд нашего любимого Андрюши Баргина, который, кстати, прекрасно играет джаз, лунный свет, битбокс. Битбокс, да. Играет на органе, но, может быть, кто-то не знает еще и прекрасно, вот он джазовый музыка. Вот посмотрите, битбокс будет, лунный свет, это будет джаз, они делают серьезный сюрприз для... Кстати, мейнстрим-бенд мы тоже не просто будем джаз петь, у вас там и калики перехожие с жалейками будут, у меня будет просто блок этноджаза отдельно, это очень стильно, это очень свежо. И гости из Абакана, трио Алексея Шевченко, это очень хороший саксофонист, который везут программу в Красноярск. Хорошо, давайте я быстро скажу телефон 261-62-63, телефон прямого эфира, вот эти билеты, как, Влада, кто-то звонится или у нас какой-то вопрос будет? Вопрос. Хорошо, отлично. Бигбенд Владимира Толкачева, гордость России. В каком городе они дислоцируются, Сибирском? Томск, Новосибирск, Иркутск. Какой вопрос? С вариантами ответа еще, Вероника, ну ты вот просто слишком любишь. Ну а что усложнять с утра людям жизнь? Да любишь наши свежицы. Тем более, что те, кто внимательно слушали наш предыдущий разговор, ты там немножко спойлер такой запустил. 261-62-63, спешите дозвониться. По Ив Корнелюс, что еще можно сказать, поскольку это, так я понимаю, такая... Ну я как певица могу сказать, что вот понимаете, я-то почему еще прокатываю в джазе в плане того вокала, потому что у меня низкий голос. Вот негритянские певицы, большие певицы, вокалистки, они все имели низкие голоса. Но тембр черный, это уникально. Что у них там в горле находится, я не знаю. Ну во-первых, они носители этой культуры, начнем с этого. И какая бы певица классно ни была, сколько бы мы не слушали негритянских вокалисток, белая певица так не споет. Тембр. Вот почему Пресли еще сильно так гремел-то? Он же белокожий был, а тембр был черный. Уникальность его в этом была. Вот Ив Корнелюс. Все. Очень лишена снобизма. Очень позитивная. Очень такая клёя. Она, ну, классная. Порадуйтесь. Получите большое удовольствие. Вероникова нам уже подсказывает, что есть телефонный звоночек. Алло, алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Прямой эфир. Доброе утро. Представьтесь. Меня Сергей зовут. Мы задавали вопрос, в каком сибирском городе базируется великолепный джазовый коллектив... Биг Бенд. Биг Бенд. Толкачева, да. Это наши друзья-соседи Новосибирска. Да. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поздравляем вас. Билеты выказаем. Вручим. Приезжайте, забирайте. Наш редактор уже расскажет. Вероника, большое спасибо. Аджази, да я бесконечно готов говорить. Приятно. Спасибо вам. Спасибо.